Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Заключен под стражу. В отношении мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве предпринимателя, избрана мера пресечения. Где находится лучшая школьная столовая? В Нинецком округе. В Заполярье подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая столовая». Уныние, депрессия, разочарование. Справиться с душевным расстройством людям помогают психологи. Праздник специалисты этой профессии отмечают 22 ноября. В отношении мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве предпринимателя, избрана мера пресечения. Об этом сообщает окружная прокуратура. Напомню, по факту убийства, которое произошло днем 17 ноября, возбуждено уголовное дело по 105-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Наринмарский городской суд, согласившись с доводами следователя и участвовавшего в рассмотрении ходатайства прокурора о том, что обвиняемый, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства по делу и иным путем воспрепятствовать производству предварительного следствия. Избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 января 2022 года. Решение суда в законную силу не вступило. 48 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей Заполярья. 30 человек выздоровели. Кроме того, зарегистрирован один летальный исход. Такова ковидная статистика минувших выходных. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в числе заболевших 42 жителя Наринмара. Один случай заболевания зарегистрирован в Коткино-2 в Оксино. Кроме того, зарегистрировано три привозных случая из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 260 человек. Еще у четырех пациентов коронавирус был подтвержден результатами исследований методом ИФА. В целом на лечении в регионе находится 264 человека. Из них стационарное лечение получают 34 человека, а амбулаторное – 230. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3123 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2792 человека. В регионе зарегистрировано 72 летальных исхода от коронавируса. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 1178 человек. Напоминаем, что в Ненинском автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты эпид-контроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Ниси. Обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. В Ненинском округе почтили память участников олено-транспортных эшелонов. Наших земляков, ушедших на Карельских фронт защищать родину в Великой Отечественной войне, ежегодно вспоминают 20 ноября. Традиционно в этот день у одноименного памятника стоит почетный караул, а жители могут возложить к подножию монумента цветы. Минутой молчания и возложением цветов память героев в этот день почтили губернатор округа Юрий Бездудный, председатель собрания депутатов Александр Лутовинов и заместитель губернатора по делам Ненинского и других коренных малочисленных народов Севера Юрий Хатанзейский. Памятная дата была учреждена в регионе в 2013 году по инициативе Общественной молодежной палаты при собрании депутатов Ненинского округа. День выбран не случайно. 20 ноября 1941 года Государственный комитет обороны призвал оленеводов, рыбаков и охотников стать на защиту Родины. У сельских фермеров есть возможность получить финансовую помощь до 5 миллионов рублей на ведение своего хозяйства. Департамент природных ресурсов, экологии и АПК Ненинского округа в очередной раз проведут конкурс грантов «Агростартап». Конкурс «Агростартап» направлен в первую очередь на создание и развитие фермерских хозяйств на территории Ненинского округа. На сегодняшний момент гражданин, желающий организовать собственное дело в сфере сельского хозяйства и желающий заняться молочным скотоводством, то есть разведением крупного рогатого скота, может рассчитывать на поддержку в размере 5 миллионов рублей. Все остальные направления, которые не связаны с содержанием в сфере коров, могут быть поддержаны в размере 3 миллионов рублей. Средства можно будет потратить на приобретение животных, техники, земельных участков сельскохозяйственного назначения, постройку складских помещений и фермы, подключение их к инженерным сетям, разработку проектной документации. «Мы, как Центр развития бизнеса, в своем направлении оказываем консультационную поддержку гражданам, желающим заявляться на этот грант. Также мы оказываем поддержку в части подготовки необходимого пакета документов, в том числе разработки бизнес-плана и, соответственно, всех сопутствующих таких элементов. То есть мы стараемся человеку помочь от идеи до реализации». Для участия в конкурсе фермеры должны соблюдать ряд условий. Это наличие земельного участка, отсутствие задолженности, а также у предпринимателя должен быть стартовый капитал в размере 10% от запрашиваемой суммы. Более подробную информацию о конкурсе и консультацию можно получить по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. В Ненецком округе подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшее столовое». Лучшим стал пищеблок третьей городской школы. Победитель представит округ на федеральном этапе, который пройдет в два тура в ноябре и декабре текущего года. Александра Литкова расскажет подробнее. Светлое и по-домашнему уютное, а главное – кормят вкусно. Так отзываются о столовой ученики третьей школы. Круто. Очень хорошо. Кашу. Люблю кашу. А еще макароны с сыром. Каша – обязательное блюдо в меню всех школ. Правда, не все дети ее любят, особенно в старших классах. Мне все равно, я уже привык. А другие, ну, возможно, не любят. Возможно, любят. А она и не любит кашу. Еду подают на стол перед самым приходом учеников, чтобы пища не остыла. Меню составлено таким образом, чтобы дети получали все необходимые продукты для полноценного развития. Туда входят такие продукты, как и рыба, и молоко, и мясо, и супродукты. То есть у нас блюда все. То есть у нас весеневное меню. Ну, получается, две недели мы кормим, ну, то есть каждый день у нас что-то, ну, как бы, мясное, там, рыбное, курица даем детям. Вот такой вот рацион детей. Третья школа в этом году приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы», в котором также участвовали четвертая и пятая городские школы и две сельские – Харутинская и Невская. Для первого этапа участникам предстояло проделать много работы. В первую очередь подготовить пакет документов, куда вошли сведения об организации питания, фото с описанием блюд, данные о технической оснащенности пищеблока, наличие уголка потребителя и данные о поварах, а также отзывы родителей и обучающихся. Ну, а дальше нужно было записать на видео процесс приготовления двух комплексных обедов. Один для младшей школы, другой для учащихся от 11 до 17 лет. Интересный факт. Написанием сценария, съемками и монтажом видеоролика для конкурса занимались десятиклассницы Юлия Большова и Надя Гвоздева. Основная часть этого проекта все-таки легла на нас. Нам руководители предложили идею, почему бы не снять, не сделать, не поучаствовать в этом проекте. Мы активно поддержали, посчитали это хорошей идеей, хорошим опытом и решили сделать вот такой проект. Взяли за сценарий. Идея ревизора была все-таки у Юлии. Мы решили сделать совместный такой сценарий. Юля участвовала в качестве оператора, я в качестве актрисы. Ну и совместными усилиями сделали такой хороший, сильный проект. В этом видео нам помогли и сотрудники столовой, сотрудники охранного предприятия школы. Все прошло замечательно. Нам было очень интересно вообще участвовать в этом проекте. Мы много узнали, что наша столовая находится и пообщались с поварами. Третья школа завоевала звание лучшей столовой городской школы в Ненецком округе. Школа номер 4 стала призером. В номинации лучшая столовая сельской школы призером стало учебное заведение поселка Харута. У нас, конечно, наверное, одни из самых лучших условий, так как у нас новая школа, мы не перестаем этому радоваться. У нас есть все возможности. Ну и, конечно, спасибо огромное коллективу поваров, вообще коллективу столовой за то, что они все успевают, кормят, готовят и детям это нравится. Сейчас победитель готовится представить Ненецкий округ на федеральном этапе, который пройдет в два тура в ноябре и декабре этого года. Собираем пакет документов необходимые, которые у нас заявлены в конкурсе. В принципе, у нас почти все готово уже. В состав региональной конкурсной комиссии вошли представители окружного департамента образования, культуры и спорта, образовательных учреждений, эксперты WorldSkills. Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы» проводится для совершенствования организации питания обучающихся и популяризации принципов здорового питания в учебных заведениях. Цель конкурса, на самом деле, приоткрыть завесу тайны, все-таки, чем у нас кормят детей в школе. На самом деле, у нас детское питание, оно немаловажную роль играет в развитии детей. Ну и, опять же, со стороны жюри оценить качество питания, которым у нас пользуются дети в школах. Все победители, призеры и участники конкурса будут награждены дипломами и благодарственными письмами Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа. Александра Литкова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 22 ноября поздравления с праздником принимают психологи. Именно эти специалисты первыми приходят на помощь, когда у человека случается серьезное потрясение или депрессия. В чем суть профессии и с какими проблемами сталкиваются лекари душ, ответы на эти вопросы в сюжете Елизаветы Кабановой. По данным Фонда общественного мнения, 57% россиян исключают возможность обращения за психологической помощью. Возможно, все дело в русском менталитете, благодаря которому у нас принято считать, что все самостоятельно пройдет. Вообще бытует мнение, что психолог обращается только тогда трудно, когда уже все, выхода нет. На самом деле это не так. Психологу можно на самом деле обратиться, то есть помимо работы такой вот, будем говорить, психотерапевтической, есть работа профилактическая, развивающая, коррекционная работа. То есть стереотипы это менять надо. Практикующая психология в России появилась только в конце 20 века. В 90-х перед людьми стояла задача прокормить свою семью и выжить, а не заботиться о своих эмоциях и мыслях. Вместо психологов русский народ выбирал церковь. Психологом в свое время выступала церковь. Это тоже психотерапия. На протяжении всей жизни у нас люди в своей жизни в то время они ходили к кому? Они ходили к священникам. И также они говорили свои проблемы. И задача была выслушать, посочувствовать. Но не решить. Многие психологи любят использовать зубную боль как аналогию психологических проблем. Если у вас болит зуб, вы же обращаетесь к стоматологу. Потому что знаете, если запустить, придется оплачивать уже дорогостоящее лечение. Также и с психологическими проблемами. Все начинается с малого, а потом выливается в более серьезные заболевания. В разрезе вообще психологии мне нравится пример Зигмуда Фрейда. Когда он говорил, что психика человека – это сосуд, который однозначно будет наполняться всеми этими проблемами. Переживаниями. Он будет постоянно наполняться. Верх психологи знают пример этот. Он будет идти до краев. А потом что? Если мы не научимся опустошать этот сосуд, у нас будет постоянно расплескивание. А к чему приводит расплескивание? Депрессиям, стрессом. Задача психологов как раз в том, чтобы научить человека опустошать этот сосуд. Причем работа ведется не только со взрослыми людьми. В наше время уделяется особое внимание детской психологии. По утвержденной концепции в школе должен быть один психолог на 500 обучающихся. При этом один психолог на 20 детей с ограниченными возможностями. Дефицит кадров есть. А стать психологом может не каждый. Наверное, рассудительным и проницательным должен быть психолог. Вот это очень трудно на самом деле сегодня в себе сдерживать. Человек должен быть общительным, контактным. Если говорить опять о трудностях. Мы тоже понимаем, что не проработав внутренние какие-то ресурсы как психолог, говорить сегодня решать проблемы другого человека будет очень сложно. При этом у психологов также бывают проблемы. Они ведь тоже люди. И герой нашего сюжета Оксана Зенина знает об этом не понаслышке. Она на собственном опыте испытала, каково это, когда полностью отдаешься профессии. Однажды она пришла провести занятия в группу детского сада. Раньше существовала такая практика. Каждый родитель проводил с детьми какие-то игры. Кто-то рассказывал. Оксана же, как молодой психолог, решила провести игру на сближение. Для выполнения одного из упражнений при вопросе, а дети стояли все в клубу, я задала вопрос, что присядьте, пожалуйста, на стучки те, у кого мама надо читать книжки. Я не подумала об этом. До этого мы говорили про мороженое, кто любит, у кого голубые глаза. Была хаотичная такая игра. И когда я задала этот вопрос, присели все, кроме моего ребенка. Это случай, который в моей памяти очень-очень близок. Поэтому надо быть здесь и сейчас, со своими близкими людьми, со своими детьми. И в том числе не выгорать на работе. Прежде чем обратиться к психологу, опекуну или же самому человеку, необходимо проверить специалиста. Оксана Зенина настоятельно рекомендует узнать уровень образования, как давно занимается психологической помощью, какими техниками владеет и где работает. Потому что иначе психолог может навредить, а не помочь человеку. Елизавета Кабанова, Леонид Шишлов, Телеканал Север. Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник «День сыновей». В России он не закреплен и носит неофициальный статус. Тем не менее, это отличный повод родителям провести время вместе со своими детьми. О сыновьях и их родителях в материале моей коллеги Ольги Русул. Здесь быть в городу! Егор Вахрамеев – один из героев нашего сюжета. Проводит виртуальную экскурсию для своих друзей. Мальчик, несмотря на юный возраст, личность разносторонняя и влеченная. Вместе с братом Матвеем ребята, кстати, двойняшки. Они создают различные проекты. Мы занимаемся на 7 кружках. Мы любим очень заниматься бассейном, работа техникой, шахматами, английским, вольдовской школой, музыкальной школой. Егор любит. На чем ты играешь? На фортепиан. Мама двойняшек Альбина Вахрамеева считает, что главное в воспитании мальчиков, да и вообще детей – это любовь. Ведь сыновья – это награда для родителей. Впрочем, мальчишки отвечают сторицей. Радуют маму и папу успехами. Матвей у нас увлекается лего-конструированием. Он более такой собранный, любит пазлы собирать по тысяче единиц. Он будет долго, кропотливо, переживать, что у него там что-то не получается, что-то получается, радоваться. Он такой более собранный, нравится ему заняться математикой. Егор более такая творческая личность. Он ходит в музыкальную школу на класс фортепиано. Уже второй год педагог им очень доволен. Стихи. Они у меня, кстати, оба любят учить, читать. Читают оба хорошо, пересказывают. Ну, как бы это то, что объединяет их. А так они вот, и интересы у них разные, и совершенно разные дети. День сыновей – праздник совсем молодой. У него нет устоявшихся традиций. Основная цель – сплотить детей и родителей. По мнению наших юных героев, праздник нужен для радости. Например, для того, чтобы дарить подарки. Лего, конструкторы – все для любимых занятий. Чтобы дарили подарки побольше. Ну, чтобы дети радовались, что у них праздник свой. А кто должен подарки-то вам подарить? Родители. Родители. Да, родители. Бабушки, дедушки. Еще одна наша героиня – Наталья Рождественская. Счастливая мама двух сыновей и дочки. Матвей и Олег – юноши неординарные и уже добились успехов. Старший Олег в изучении истории. Юноша мечтает стать ученым. Сейчас он получает образование в университете в Архангельске. Младший Матвей – восьмиклассник. Кроме всего прочего, серьезно увлекается английским языком. Матвей уверен – такой праздник нужен и важен для детей и взрослых. Матвей считает, что воспитание детей, особенно сыновей, тяжелый труд. Ну и сами дети должны понимать и помогать родителям. Например, в его обязанности входит выгуливание собаки. Надо каждому свою еду, потому что кто-то не любит что-то есть, а кто-то, наоборот, любит. Потом прибираться по дому. Еще, ну, все. Ну, вы все-таки делаете, вы прибираетесь дома. Ну да, мы помогаем ей. Главный секрет воспитания сыновей в семье рождественских – прост любовь и понимание. Если у меня какие-то есть требования к детям, я их стараюсь объяснять. То есть не просто там «пойди, сделай вот это» или «почему нельзя сделать вот это?» Я им объясняю. Тебе нельзя вот это делать. Почему? Потому что вот если какие-то есть вопросы у детей, да, они ко мне обращаются, тоже объясняю, почему можно, почему нельзя, почему это вот так, почему вот это. Ну, много времени посвящаю общению с детьми на разные темы, абсолютно волнующие их. То есть они могут смело ко мне всегда обратиться, и мы все эти вопросы обсуждаем. И возвращаясь к празднику, достоверно неизвестно, откуда пришла традиция отмечать такой день. Тем не менее, во многих культурах издавна считалось, что сыновья – наследники, и они для продолжения рода. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.